Добро пожаловать на Варп Маяк! Спасибо всем, кто поддержал производство этого выпуска, а также всем, кто смотрит видео в день релиза, ставит лайки и пишет комментарии. Поблагодарить за ролики, а также поддержать их производство, можно по ссылке на экране. Спасибо! Помните, как Император повел человечество к звездам, осуществляя свою великую мечту о будущем для всех людей? А помните, как примархи, разбросанные силами варпы на разных планетах, начинали приводить в порядок миры, ставшие им родными? А теперь представьте, что каждый из них был орком! А стоп, зачем вам это представлять? Ведь такой субъект уже есть! Гаскул, Маку Руктрака зовут. Про его нелегкую карьеру мессии от Зеленого Мира, Судьбу и Великую Мечту мы расскажем в сегодняшнем выпуске Вах и Фактов. Хе-хе-хе! Поехали, югишки! Факт номер один. Давным-давно на одной зеленой планете. У каждой хорошей истории есть начало, и наше зеленое не исключение. В общем, была когда-то такая скромная планета Уроклиас, или Уроклеяс, как вам нравится, в Зернианской системе. Ну, вернее, она и сейчас есть, но все уже не так просто. История у захолустного мирка богатая. В свое время он служил аванпостом для Айльдари, Хрудов, Спинедрианцев и Бог Император, кого еще знает. А на заре Великого Крестового Похода Шарик облюбовали люди, которые осуществили успешную колонизацию и включили Уроклеяс в лоны Империума. Только вот была одна проблема. Планета эта была не простая, а с секретиком, который заключался в том, что она хорошо так продувалась ветрами варпа. Так вот, отголоски потоков потусторонней энергии, клубящейся вокруг населенного мира, просто не могли не привлечь огромное скопление орков, что, собственно, и случилось. Зеленые парни явились на пастук. Во время конфликта, известного имперским историкам как Война Зверя, вся система была выпилена волной зеленокожих. А сам Уроклеяс, с тех пор переименованный в Урк, стал вечным полем боя для многочисленных кланов воинственных ксеносов. Кстати, о том, кто такие орки вообще, вы можете узнать больше из нашего выпуска Либрариума о них. Ссылка на экране и в описании. После этого человеческое присутствие ограничилось несколькими аванпостами космодесанта, расположенных на труднодоступных горных вершинах. Да и там-то в большинстве своем стояли автоматические виды вооружения. Ну, там турельки всякие, мины и все такое. Оттуда темные ангелы мониторили численность зеленокожего населения и следили за тем, чтобы не собрался великий Ваг, который наверняка вновь полетит лутать Теру и личный золотой табурет императора. Как вскоре выяснится, со своей задачей они справились не очень. Конечно, блять, когда занят ловлей бывших предателей и братьев, какая же там приличная служба. Лафа продолжалась около восьми тысяч тиранских лет, пока в одном из племен, Кофах, из спор не вылез один простой парень по имени Гаскул. Но казалось бы, парень и парень, простой забияка, умеющий прилично нападать в морду и держать удар. Подумаешь, до таких по планете миллионы бегают, и примерно столько же дохнет каждый день. Пожалуй, единственная причина, почему их популяция на Урке еще не исчислялась миллиардами. «Ага, сейчас, постой!» — сказал Гаскул. Во время штурма одного из горных бункеров космодесанта, бандой Гофов, наш зеленокожий друг словил в свою башку нехилый такой снаряд из Болтера. Кусок черепа и часть мозга вылетели сразу, а сам будущий зеленый мессии упал на землю. Правда, после этого встал, отряхнулся, с деловитым видом запихал кусок мозга обратно в разбитый череп и, придерживая эту чачу рукой, продолжил махач. Но что сказать, респект братанов он заслужил, но это не помешало тем после сражения продать умирающего Гаскула безумному доку-гроцнику для опытов, обменяв того ровно на три жуба и новую чопу. Добрый хирург был известен своей любовью к экспериментам с живой плотью, а потому принялся за весьма интересную работу. Факт номер три. Беды с башкой – залог успеха. Вместо того, чтобы покромсать бойза еще больше, генератор рандомных идей в голове Гроцника подкинул охуительную мысль. Зашить тому мозги обратно, закрепить это все столь необходимыми проводами и проволокой, залепить нехилой такой пластиной из залутанного адамантиума и посмотреть, что из этого выйдет. Разумеется, ни о какой анестезии речи и быть не могло, а потому Гаскул, пребывая и так в весьма неординарном состоянии, вскоре после начала операции на открытом мозге отключился и начал ловить приходы. Если вкратце описывать его трип, то он увидел зеленую-призеленую галактику, постуканных юдишек и заодно услышал голоса Горка и Морка, орочих богов, которые и объявили ему, что он Гарри Поттер, пацанчик, который выжил. В смысле, что он избранный пророк и все такое прочее. Очнувшись, Гаскул осознал свое место во вселенной и точно понял, что ему следует делать дальше. Иными словами, орк смог в осознанную стратегию. Уже звучит как начало хорошего анекдота, если честно. Первым делом, естественно, отправился подышать воздухом в Растспайке, где к нему подвалил Дрегмек с целой группой нобов с вежливой просьбой предъявить за район. Но Гаскул и предъявил. Оторвал Дрегмеку челюсть, а затем отхреначил всех его нобов, таким образом став боссом Растспайка и обзаведясь своей первой бандой, смерто-черепами. Собравшимся парням он объяснил расклад с богоизбранностью и великой целью. А они были и не против. «По штуке крутятся, жубы мутятся», как гласит древняя орочья мудрость. Безумный док Гроцник, кстати, тоже отправился махаться под началом своего... эксперимента. И впоследствии много раз доказывал тому свою верность. Факт номер четыре. Гаскул – завоеватель. В Растспайк стали стекаться парни из окрестных земель, которые прослышали о новом могучем боссе, что говорил с богами и обещал оркам всю галактику для великого постука. Когда в городе стало не продохнуть от скопления вонючих зеленых тел, Гаскул возглавил свой первый ваг, целью которого было объединение всего урка под просвещенным правлением Магуруктраки, конечно. Пиздюли были качественны и оптом. Получали и мелкие банды, попавшие под раздачу, и крупные племена, вроде Злых Солнц или Змеекусов. При этом получали не столько от самого Гаскула, сколько от его тактического и стратегического гения. Бедные вожди не могли ничего противопоставить навыкам планирования и мышления и без того могучего Наполеона Зеленого Мира. Подчинились даже плохие луны, предпочитающие скорость открытому постуку. С ними вообще забавно вышло. Первое время Гаскул их просто изматывал, обходя страной, крушав он посты и разоряя линии снабжения. А затем устроил засаду на их караваны и умудрился в гонке обогнать их босса, одержав таким образом решительную победу. Кстати, именно их, Мекки, изготовили ему протез в виде огромной клешни, пока их босс Сназдака униженно и смиренно наблюдал, как переплавляют его боевые вагоны. Факт номер пять. Боги смотрят на Гаскула, и им весело. Шесть иранских лет Гаскул завоевывал Урк всеми доступными ему способами, пока, наконец, не добился своего. Трудно сказать, в каких отдельных эпизодах его восхождения к власти он пробивал дорогу своими лапищами, а где ему незримой рукой помогали горг и морг. Но факт остается фактом. Тем более, на достигнутом Гаскул останавливаться не собирался. Он начал быструю и несколько кровавую агит-компанию за покорение звезд, в котором видел судьбу свою и всего своего вида. В такие моменты даже немного жалеешь, что мы все тут, блядь, не Орки. Там вон хоть лидеры реально о своих пекутся. Выдавая пиздюлей авансом, Гаскул сумел таки запустить могучий производственный процесс. Оричи и Мекки всего Урка объединили силы и ресурсы и начали стахановскими темпами строить космические корабли. Более того, услыхав зов Вагха невиданной мощи, со всей зорнянской системы к Урку стали стекаться всевозможные орочи посудины, приумножая и без того невиданную мощь армии Зеленого Пророка. Если до определенного момента кто-то и оставался скептиком по поводу покорения звезд и богоизбранной судьбы Траки, то в один из финальных дней подготовки все сомнения улетучились, уступив место религиозному экстазу. Ну, то есть безумной разрушительной энергии Ваг. Дело в том, что Солнце, освещавшее поверхность планеты, окрасилось в зеленый цвет, прямо когда Гаскул толкал трогательную речь своей Орде. Орки так обалдели, что от трепета аж оружие пороняли, приняв это заявление самих Горка и Морка. Правда, была как всегда проще. Потоки Варпа в своей непредсказуемой прихоти вновь изъебнулись невероятным образом, и именно их энергия устроила это светошоу. Хотя, кто знает, кто знает. Факт номер шесть. Гаскул повел Орков к звездам. И в Варп. А еще из Варпа выпал в реальность огромный космический скиталец, который фиг его знает сколько лет, веков или даже тысячелетий провел в Имматериуме. Впрочем, нашего зеленокожего Милаху это нисколько не смутило, как и тот факт, что титанический корабль размером с небольшую планету был доверху набит демонами самых разных сортов и расцветок. Именно так и начался великий исход к звездам. На новых кораблях все Орки с Урка во главе со своим боссом радостно вереща погнали отвоевывать этот подарок судьбы. И мощнейший корабль, и отличный махач в одном флаконе. Ну для Орка это просто натурально божественный знак. Долго ли, коротко ли, всем демонам пиздюлей выписали и из реальности их изгнали, тем самым предотвратив потенциальное вторжение Варпа в материальный мир. Наверное, за такое полагается высшая награда империума или на худой конец звания святого. Но Гаскул известный, скромняга, поэтому он отказался. Скиталец оперативно перелопатили, оснастив по первому, последнему и, блядь, единственному слову орочей техники. Примерно так. Да я захерач туда лопатой посильнее. И сквиговым дерьмом промашь хорошенько. Слушай, а, а не ебанет? Хм, конечно ебанет. Еще как. В итоге этой хероборе дали гордое имя. Убийца миров. Хе-хе. И стал он личным флагманом траки, на котором тот возглавил свою великую эскадру. Сквиговые ямы, огромное количество всевозможных пушек и сотни тысяч, если даже не миллионы парней прилагаются в комплекте. А вот дальше боги-варпы конкретно проштрафились, ибо не досмотрели и впустили убийцу обратно в свою варповую дырку. Годами Гаскул рассекал там словно фигуристка на льду, попутно высекая демонов легионами. Оркам по душе, их богам по душе, Гаскулу по душе, а вот хаситы немного расстроились. В итоге, через несколько стандартных лет, варп буквально выблевал убийцу миров обратно в реальность. Прям на голову спокойно себе живущих имперцев. Факт номер семь. Настоящая слава пришла во второй войне за Армагеддон. Как вы уже могли догадаться, убийца вышел в реальность аккурат в секторе Армагеддон. Переполошившись, командующие силами империума выдвинули навстречу титаническому кораблю свой военный флот со всего сектора. Правда, толку от этого было не то чтобы очень много. Людям удалось лишь немного повредить корпус, неся несколько надстроек. Настоящие приколы для имперцев начались, когда огромная дура ебнулась прямо на основной материк планеты Армагеддон, вызывая бурление говен по всей планете. Землетрясения, цунами, взрывы. Ну, все то, что бывает, когда планета поменьше, врезается в планету побольше. Что, так не бывает? Гаскул готов с вами аргументированно поспорить. Проходите вперед, милости просит, давай. Что наиболее удивительно, подавляющее большинство зеленокожих, включая, разумеется, нашего героя, при падении выжило. На это Гаскул опять же очень резонно заметил, что это не иначе, как знак одобрения богов. А потому воодушевленные и изголодавшиеся по смачному махачу орки хлынули на поверхность планеты миллионами, снося все на своем пути. Так начался конфликт, впоследствии ставший известным как Вторая война за Армагеддон, о которой вы можете послушать в соответствующем выпуске Либрариума на нашем канале. Ссылка на экране и в описании. Заводы и ульи, которые ранее располагались по всей планете, были обращены в руины. Огромная часть населения и защитников погибла. И десятки лет ушли лишь на то, чтобы купировать угрозы диких орков, которые пустили споры во всех лесах мира. И вновь наладить защиту с учетом предыдущего опыта. А это тоже ушло немало времени. Сам же Гаскул сбежал, то есть отступил. Обещал вернуться. Факт номер восемь. Одна война хорошо, а две лучше. Как говорят сами зеленокожие, орков никогда не побеждают в битве. Мы всегда возвращаемся для новой попытки. Именно так и поступил Трака. Пустился в странстве, собирая остатки своего флота и присоединяя все новые племена к своему вагху. И вот это, ровно как и последующие события, не что иное, как очередной проеб имперской бюрократической машины. Вместо того, чтобы гнать потрепанного Гаскула с санными тряпками по всей галактике, не давая тому восстановиться, силы Империума либо разбрелись кто куда, либо окопались для дальнейшего укрепления обороны Армагеддона, наивно считая, что Трака лишь еще один тупорылый военачальник зеленокожих, который вскоре загнется и погибнет в холодном космосе. Лишь комиссар Ярик и некоторые верные ему подразделения понимали правду и практически моментально снарядились в погоню. Но хитроумный босс всегда ускользал в последний момент, сохраняя фору, данную ему неповоротливой машиной Империума. А в итоге и вовсе разбил Ярика с помощью хитроумного маневра, заманив его в битву, а затем ударив по его отрядам с тыла и взял его в плен. Правда, немного помудив комиссара в сквиговых ямах отпустил его с почетом обратно на Армагеддон. Так ему понравился этот одноглазый юдишко, что Гаскул даже нарек его «Своим лучшим врагом!» и, похлопав глазюком на прощание, стал дожидаться рандеву во время Третьей войны за Армагеддон. О ней вы тоже можете послушать подробно на нашем канале. Ссылка на экране и в описании. Да уж, романтика несвойственная представителям его рас, сыграло с Гаскулом злую шутку. Он, конечно, привел тысячи кораблей и миллионы орков к Армагеддону, но в этот раз имперцы во главе с Яриком разыграли карты не в пример лучше. Ваг, равный которому, возможно, видели лишь во времена войны зверя, забуксовал перед защитниками Империума и в итоге был втянут в долгую окопную войну на истощение. В какой-то момент Гаскул это просто наскучило и он улетел. На этот раз громко ничего не обещал, но посмотрим, как оно будет. Кстати, про войну зверя, довольно трагический момент в истории Империума, вы тоже можете посмотреть на нашем канале. Ссылка на экране и в описании. Факт номер девять. Большому орку Маленький Гречин Отдельного упоминания стоит верный знаменосец Гаскула Гречин по имени Макари. Весьма умелый и храбрый боец, ну, для сопляка, конечно. Он умудрялся девять лет выживать под началом своего босса и между ними даже возникло подобие дружбы. Ну как, Гаскул не сожрал его сам и не давал сделать это другим. На Армагеддоне он верно поспевал за командиром, размахивая его палкой со стягом. Как говорят, то ли само древко, то ли тряпка на ней способны заметно воодушевлять и усиливать зеленокожих. Ходят слухи, что однажды Макари все-таки встретил свой конец, когда Гаскул случайно сел на него своим исполинским орочим задом, превратив Гречину в лепешку. Хотя, скорее всего, эта история всего лишь плод имперской пропаганды, так как Макари был замечен рядом со своим боссом в последующих битвах, все так же неся его персональное знамя. Ну или Гаскул продолжал давить задом Греченов, на смену которым просто приходят новые и перенимают имя Макари как титул. Хотя это маловероятно, Гречены не особо умеют в преемственность. Факт номер 10. Отрубленная крепкая башка вообще не проблема. После Третьей войны за Армагеддон Гаскул занялся тем, что так хорошо умел. Продолжил укреплять свое влияние, только уже в галактическом масштабе. Многие боссы в самых разных уголках космоса служили ему, а его имя стало широко известно за пределами его собственного народа. Возможно, слава стала даже слишком высокой. Его скромной персоной заинтересовались космические десантники, а конкретнее Рагнар Черная Грива из Космических Волков, легендарный воин и герой Империума. Со своим контингентом десантников Примарис он выследил Гаскула и нашла коса на камень. В последовавшей титанической дуэли оба оппонента слили друг друга. Рагнар обезглавил Гаскула, а тот сломал ему шею и понаделал в его теле дырок, которых вообще там быть не должно. Но в итоге все закончилось хэппи-эндом. Рагнар благополучно прошел Рубикон Примарис, за счет чего выжил и прокачался, став еще сильнее. Ну а Зеленому Мелахе просто пришили башку обратно, заодно запаяв его тело в такую броню, что даже некоторые Бейнблейды могут позавидовать. Из просто огромного орка он превратился в колоссальную машину уничтожения. В общем, оба оппонента остались довольны сервисом и с нетерпением жаждут новой встречи. Как знать, может и увидится. Возможно, даже на несчастном Армагеддоне. Планету все-таки надо ухайдохать окончательно, вы не считаете? А как вы думаете, в следующей дуэли кто кого? Субтитры